Салам, дорогие, с вами Рус. Время не стоит на месте, как и проект PlayBucks. Среди нашей аудитории он уже многим полюбился, и у многих даже есть хорошие результаты. Например, недавно мой коллега и друг Маркос, с которым мы вместе ведем канал, уже выбил 5 долларов себе в этой игре, тем самым почти полностью отбив стоимость пассов. А некоторым выпадает большое количество NFT, которые продаются на OpenSea в гораздо больший плюс. И в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим на новое обновление, которое называется Watch2Earn. Я вам расскажу основные тонкости данного ивента, а также вместе с вами покрутим автоматы, поскольку сегодня у меня будет большое количество БРК. Но перед тем, как мы начнем, я настоятельно советую вам подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше новое видео. Также переходите в наш Telegram-канал, здесь мы публикуем информацию о самых новых и сочных аэрдропах, а также отчитываемся о своих результатах в тех проектах, в которых сами участвуем. Также, ребятки, сегодня утром вышел очень важный пост, всем советую с ним ознакомиться. Возможно, мы пришли к фазе, когда у нас начинается бычка. Поэтому не пропускайте возможности, бегите к нам в Telegram-канал. И давайте будем приступать. Давайте, наверное, сразу начнем с того обновления, о котором уже многие слышали, но, к сожалению, мы еще не успели о нем в полной мере рассказать. Это Watch2Earn. В общем-то, что придумали ребята? Теперь, за провождение время в игре, плюсом ко всему просмотру какой-то дорамы, либо же фильма, вы будете получать определенные награды. Список всех наград представлен вот здесь, вот в списке Daily Rewards. И за 21 день вы получаете самую редкую награду, красную, вот этого вот какого-то хамелеона. Скорее всего, этот хамелеон будет надеваться на голову, но, к сожалению, пока не могу с точностью вам сказать. Тем не менее, за всю эту программу можно будет получить вот такой вот скин, который стоит вот здесь вот. И, как мне кажется, данные NFT-шки будут цениться очень даже неплохо, поскольку далеко не все пользователи сейчас активно используют данную возможность. Кто будет более внимателен, можете заметить, что есть большое количество наград. Прежде всего, мы начинаем как раз с обычной туники на тело, которая дается на первый день. На седьмой день вам даются уже ноги. На четырнадцатый день дается лицо. И на двадцать первый день дается шапка. Как я понимаю, в данном скине не предусмотрена какая-то штучка на спину, типа копья там или же рюкзака, как в некоторых других комбинациях. Но, тем не менее, данный скин собирать просто обязательно. Что также важно отметить, под эту всю движуху ребята создали еще один пасс, который будет стоить 10 долларов, который предоставит вам какую-то дополнительную возможность получения награды. И, как мне кажется, здесь есть два сценария. И первым же сценарием является возможность покупки абсолютно любому пользователю. Правда, сейчас, на текущий момент, данная опция еще пока закрыта, и когда они ее интегрируют, сложно сказать. Вторая же опция, как мне кажется, более, наверное, мудреная, но, скорее всего, неправдивая, так это то, что купить данный пасс могут только те, кто посмотрел до последнего дня. Просто потому, что здесь есть какой-то флажок VIP, который также фигурирует в названии здесь. Опять же, я не уверен в данном финте ушами, поэтому, ребятки, не ссылайтесь на мои слова, надеюсь, это всем понятно. Просто мое предположение. Также, за покупку данного пасса вы получите, помимо своего VIP-статуса, 10брк. И, помимо этого, для вас будут немного другие требования и возможности при просмотре данных фильмов. Прежде всего, ваш обязательный просмотр для получения дневной награды должен составлять не 30 минут, а 15 минут, что звучит довольно-таки круто. Также, помимо этого, у вас будет возможность посмотреть другие фильмы, за просмотр 15 минут которых будет даваться сразу же один лототикет. Чуть позже объясню, что это такое. Ну и, помимо этого, они интегрировали прикольную возможность для тех, кто хочет именно хорошо сидеть в проекте. Это постоянное автоматическое обновление. То бишь, вам не нужно каждый месяц привязывать карту, оплачивать. У вас будет ежемесячно по подписке списываться порядка 10 долларов. Ну и также, вы сможете спокойно отменить данную подписку. Как мне кажется, все это навязано под какой-то дальнейший онлайн кинотеатр. И это выглядит крайне круто. Но, тем не менее, та выборка фильмов, которая сейчас есть, скажу вам честно, она далеко не всем, наверное, подходит. Лично я данные дорамы смотрю вообще в полэкрана. Я чуть позже покажу, как это можно делать. Я думаю, многим это будет полезно. И давайте будем переходить как раз к лототикетам. Как многие могли заметить, в ежедневных наградах есть такие штучки, как лототикеты. И только недавно, буквально сегодня или вчера, они наконец-то представили возможность утилизации данных тикетов. Данная возможность предоставляется вот здесь, в лото-пулах. Что же такое лото-пулы? По своей сути, это что-то между пулами ликвидности и стейкингом. Ребята планируют интегрировать раздачу денег между всеми пользователями, кто будет вкладывать свои лототикеты. Прежде всего, пулы будут делиться на две основных категории. Первая категория – это валюта, которая будет получаться в результате этого пула. Это могут быть, например, пусты, БРК, Мистери Бокс Писес и многие другие. Что имеется в виду под многими другими, я, скорее всего, думаю, там будут какие-то NFT-хи, либо же кэшбэк-бонусы. Но пока еще не уверен. Вторая же категория – это время, на которое ваши лототикеты будут залочены. Не уверен, будут ли данные тикеты вам возвращены, однако если же будут, то данная опция выглядит крайне круто. Вы сможете залочить свои билеты на день, неделю, либо же месяц. И чем дольше ваши билеты будут удержаны, тем потенциально выше будет ваша награда. Также для тех, кто, наверное, собирался как-то эту систему обузить, сразу скажу, что один лото билет – это один конкретный пул. Вы, к сожалению, не сможете использовать один лото билет для всех пулов, однако я думаю, что найдутся умельцы, которые и это смогут сделать. Я думаю, это всем уже, конечно, понятно, но под окончание пула будет выбран конкретный победитель по своему билету, и ему будут начислены награды. Также важное дополнение – эти билеты нигде купить нельзя, и, скорее всего, отправить с одного аккаунта на другой их тоже нельзя. Их можно будет получить только при просмотре фильма. И в данном случае мы как раз видим пример того, как это будет приблизительно работать. Например, будет Boost Pool, который будет начислять награды ежедневно. 20 пользователям будут насыпать по 30 долларов. Опять же, вы должны понимать, что при среднем количестве регистрации 90 тысяч человек в день, ваша вероятность того, что вы победите, будет крайне низкой, но при всем при этом не нулевой, поэтому принимать участие я вам скажу здесь, ребята, обязательно. Также потенциально может быть пул на 300 долларов для 5 победителей, то бишь каждый из 5 человек получит по 300 долларов, однако данный пул будет на целую неделю. И последний пул, как мне кажется, самый сочный, будет также потенциально пул на 1 месяц, где будет выбран 1 победитель, которому дастся целых 10 тысяч долларов. Лично я, наверное, с вами поделюсь с ребятки, куда буду кидать свои тикеты я. Это будет, скорее всего, средний пул на неделю, поскольку, как мне кажется, здесь вероятность победить крайне высокая. При всем при этом вам не нужно каждый день заходить в этот пул, постоянно проверять, закидывать какие-то билеты, ну и при всем при этом вероятность того, что вы победите гораздо выше, чем в том пуле, который будет на целый месяц. И лично, как мне кажется, пул месячный рассчитан реально на тех, кто прям хочет лудить, кто хочет прям потратить все свои билеты и получить эту десятку. Однако, опять же, не настаиваю, возможно, вы знаете лучше, как это будет работать, поэтому можете выбирать свой пул самостоятельно. Что же у нас с вами по самому Watch2Earn? Вообще, на самом деле, задача очень простая. Вы приходите сюда вот к этому экрану, нажимаете буковку E и выбираете абсолютно любой фильм, который будете смотреть на протяжении получаса. Однако, никто вас не обязывает прям смотреть-смотреть. Можно просто его открыть в каком-то дополнительном окне, что я вам как раз сейчас и покажу. И, по сути, просто полчаса продержать эту вкладку активной. Предположим, я хочу посмотреть вот что-то наподобие такого, да, нажимаю вот сюда, кликаю, и все, у меня начинается просмотр. К сожалению, ребятки, не смогу вам показать, как это будет работать, просто потому что только сейчас вспомнил, что все эти фильмы являются авторским продуктом. И если я его покажу вам, то, скорее всего, наш канал либо заблокирует, либо же, по крайней мере, могут заблокировать это видео. Поэтому доверьтесь мне на слово. Например, я хочу посмотреть какой-то вот из этих фильмов. Я его вот так вот открываю во второй вкладке, и после этого открываю вот так вот вторую вкладочку, поджимаю ее на максимум. И она мне где-то здесь сбоку болтается, и я смотрю реально качественное видео. К слову говоря, видео очень классное, я ему даже поставлю лайк. В принципе, по этому обновлению пока все. На самом деле, ребятки интегрировали интересный механизм, однако я еще не уверен, насколько он будет интересен и популярен в дальнейшем. Будем рассчитывать, что это не конец, и ребятки интегрируют еще много всего прикольного. Поэтому давайте будем переходить уже к самим боксам. По автоматам у нас какого-то пока обновления нет. Видимо, автоматы все-таки открываются на целую неделю, поэтому давайте откроем парочку боксов вместе с вами. Прежде всего, опять же, подхожу, забираю свой daily. Что также важно отметить, у меня оба пасса уже закончились, поэтому сейчас я куплю два новых пасса, и мы с вами вместе покрутим дофига коробок. Собственно говоря, ребятки, произошел очень смешной момент. Я пытался купить пасс. Сначала использовал одну карту зарубежную, потом начал использовать вторую. И из-за того, что я использовал, видимо, две разных карты, но от одного издателя, мне заблокировали вторую карту, отменили вторую транзакцию. Но тем не менее, я быстро разобрался с моментом, и вот сейчас у нас оба пасса уже куплены. Давайте немного побегаем по автоматам. На самом деле, я жутко люблю вот этот автомат с перьями и вот этот с завтраками. Давайте покрутим немного завтраки и выкрутим перья. Буквально штучки 3-4. Выпали очки. Далее, 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 что он выпадет? Туника какая-то. Давайте еще крутим. Два раза крутой. Ну, еще. Еще раз очки выпали. Нифига себе, хорошо сыпет сегодня. И все, больше ничего не выпало. Три зеленки, которые нафиг мне не нужны. При всем при этом вспомнил, что у меня большое количество зеленых именно из этих двух автоматов, поэтому давайте будем переходить к другим автоматам, все-таки, которые я еще не использовал. Например, вот этот вот. О, выпал обратно один БРК. Попробуем еще раз. Выпала тоже зеленая какая-то туника. Крутим еще раз. Ничего не выпало. Наверное, буду сразу же после первой неудачи переходить на другие автоматы. Зачем, в принципе, испытывать удачу в дальнейшем. Покрутим много динозавра. Выпала тоже зеленка. Нифига тут не выпало. Иду дальше. Давайте сразу же к перьям. Здесь сразу ничего не выпало, поэтому бегу сразу же дальше. Осталось 5 БРК всего лишь. Здесь тоже нифига не выпало. И, в принципе, давайте сразу же к кораблю. Может, тут что-то выпадет интересное. Наверное, остатки потрачу именно здесь. Выпал флаг, который у меня уже тоже есть. Ничего не выпало. Ничего не выпало. И последний мы даже с вами вместе посмотрим анимацию. Я обычно это скипаю, но опять ничего не выпало. Видимо, на сегодня я уже и так много чего получил. Давайте переходить уже к моим результатам за столько времени, сколько я в проекте. Прежде всего, с последнего видео у меня больше не выпадали ваучеры на кэш. У меня как было 2 доллара, так и осталось. К сожалению, у меня вот только такая ситуация. Дальше это все NFT. У меня на самом деле уже довольно-таки большое их количество. Как мы видим, вот они сегодняшние, которые мне выпадали. Переходим на другие страницы. Тут на самом деле дофига уже всего есть. Большое количество разной зеленки, которая вообще абсолютно нафиг не нужна мне. Но поскольку она есть, ничего не поделаешь. Как-то немного лагает здесь еще страница. Очень странная история. Ну ладно, у меня всего лишь 3 страницы NFT. Переходим дальше, что тут еще есть. Почему-то некоторые у меня стали... Нет, у меня не стали они вообще, но почему у меня пропали? Интересно. Давайте перейдем, может быть, сразу же в стэмп и посмотрим здесь, поскольку их тут будет лучше видно. Да, у меня почему-то, у меня по какой-то причине изображается несколько синих NFT и также несколько зеленых. Но вот, в принципе, весь мой список, что мне удалось вытянуть. Пока, в общем-то, ситуация не такая сочная, как могла бы быть. Но, тем не менее, это большое количество поинтов, которые примерно равняются вот такому количеству плейбаксов. Также вот мой общий баланс. Я думаю, что, в принципе, рассчитывать на какой-то нормальный курс на эту монету не стоит. Однако, я буду стараться слить ее прямо в первый самый момент. Опять же, обузим систему с твиттером. Нажимаем стэмп. Транзакцию я уже подтвердил, но, тем не менее, пока чуть еще подождем, пока все это застэмпится. И вот я застэмпил уже все свои NFT. Также, ребятки, с вами поделюсь такой информацией. В особенности для тех, кто, в принципе, смотрит до конца наши видео. Думаю, вы как раз та самая аудитория, с которой я должен такой информацией делиться. Я начал также активно изучать момент мультиаддинга в данной платформе. И, с одной стороны, оно все выглядит крайне сочно и крайне интересно, в особенности для лототикетов, которые будут уже в грядущем будущем. Однако, я все же... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok